Так, очень хорошо, господослушатели, наш с вами вебинар начинается, я включил запись, запись этого видео будет доступна на YouTube и, естественно, эта запись будет выложена в личный кабинет на сайте Центра Специалист, чтобы, даже если вы немножко припозднились и подключились к нашему вебинару, не совсем уж вовремя, да, хотя уже, вот смотрите, мы немножко припозднились, времени-то подождали, да, чуть-чуть совсем подождали, чтобы желающие могли нам к вам все присоединиться, и вот эти вот материалы у вас будут доступны. Так, господослушатели, да, семинар у нас сегодня вот такой, да, эффективный поиск файлов в Windows. Почему я вот такую тему семинаров предложил? Ну, по ряду причин. Ну, во-первых, действительно, эти вопросы, они базовые, основные. Эти вопросы у нас в Центре рассматриваются на курсе базовой компьютерной подготовки. Но, как показывает практика, действительно, эти вопросы важные, нужные, и получается так, очень часто получается так, что многие слушатели, приходя к нам на другие курсы, не на курсы базовой подготовки, да, вот как-то с этими вопросами не очень дружат, хотя вообще говоря, ведь в Windows есть простые и удобные средства поиска файлов и помощи пользователям. Так, ну вот, слайд про меня. Здесь рассказывается, кто я зовут, меня Промкин Павел Геннадьевич, я еще раз всех приветствую, приветствую тех, кто только что присоединился к нам. Наш курс, он имеет связь с курсом, наш семинар имеет связь с курсом базовой компьютерной подготовки Windows и интернет для начинающих. Начинающих. Сообщаем страшную тайну, ближайшая группа по этому курсу у нас в Центре меня. Стартует 9 уже числа. Вот, пожалуйста, если вы задумались над тем, чтобы улучшить свои пользовательские навыки по работе на компьютере и хотите начать с самого начала, да, вот чувствуете, что надо бы, приходите к нам, да, мы вам подберем курс, группу, и вы сможете заниматься. Ну, прежде всего, конечно, небольшое вступительное слово, да, так мы дадим возможность, ну уж точно всем присоединиться к нам, да, вот точно всем опоздавшим опознать. Центру специалист у нас 30 лет, 30 лет Центр специалист учит людей, и миссия Центра специалист заключается в том, чтобы делать жизнь людей лучше таким образом. Мы помогаем людям осваивать многие компьютерные программы, мы помогаем людям профессионально расти, и жизнь поэтому у человека, естественно, улучшается. Курсов в Центре специалист много, и вот курс базовой компьютерной подготовки, он действительно рассчитан для начинающих, да, в первую очередь на этот курс записываются те люди, ну, которые по ряду причин совершенно никогда в жизни не сталкивались с компьютером, и даже более того, как-то вот, ну, не знаю, там, остерегались этого и бежали. Ну, естественно, на этот курс приходят также слушатели, которые хотят повысить уровень владения персональным компьютером. Естественно, помимо курсов базовой компьютерной подготовки в Центре специалист более 1000 курсов, 70 учебных классов в разных регионах города Москвы, мы также проводим занятия удаленно, вот примерно так же, вот как мы с вами сейчас, да, можно любой курс посетить. И надо сказать, что в наше вот это вот сегодняшнее непростое время это большой плюс, да, вы не есть в аудитории, на вас не кашлят всякие посторонние. Так, курс базовая компьютерная подготовка, он на самом деле также полезен тем, кто старается продолжать обучение по направлению пользовательских программ. Он является базовым для прохождения курсов по работе в офисных программах, в первую очередь это работа в Word и, конечно же, работа в Excel. И если мы присмотримся к этой замечательной красивой схеме, да, мы увидим, а вот видите, у меня здесь есть все это дело немножко покрупнее, мы увидим, что здесь, да, внизу все это начинает растет снизу от курса базовой компьютерной подготовки. Поэтому, если вы чувствуете, что какие-то вопросы в плане работы на компьютере, особенно файлы, особенно папки, у вас провисают, я, естественно, всех приглашаю на наш курс. Ну, давайте потихонечку переходить уже к вопросам, которые мы с вами должны на мастер-классе рассматриваться. Так, ну, у нас вопрос от Натальи. Так, базовая подготовка в режиме онлайн? Да, базовая подготовка у нас проходит и в режиме вебинара, да, 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 совершенно правильно. Единственное, что, смотрите, если вы проходите у нас начальные курсы компьютерной подготовки вот в таком режиме, крайне желательно, чтобы хотя бы на первом, на втором занятии вместе с вами, ну, или хотя бы где-то вот в досягаемости от вас находился опытный пользователь персонального компьютера. Потому что бывает техника подводит. Бывает техника подводит. Ну, и, наконец, если мы занимаемся базовой компьютерной подготовкой и вы проходите ее у нас в режиме онлайн, крайне желательно, я вам открою страшную тайну, эту базовую компьютерную подготовку проходить, иметь при себе парочку устройств. На одном устройстве, на компьютере или на планшете запустить вебинар. Ну, а вот, пожалуйста, да, ваша мама вполне может тренироваться параллельно, просматривая, смотря вебинар, участвуя в вебинаре на другом компьютере. То есть, единственное, что требуется, это, конечно, небольшая техническая поддержка, которую вы должны родственнику, так сказать, обеспечить. Да. Ну, и, конечно, крайне желательно устойчивое интернет-соединение. Да, если вдруг, не дай бог, какая-нибудь подмосковная даха, где интернет периодически пропадает, ну, естественно, возможны сбои в нашем с вами телемосте. Да, вот видите, мы с вами можем и визуально общаться, да, я могу и, вот, включить камеру. Естественно, мы транслируем картинку с рабочего стола компьютера-тренера. И это все должно проходить без перерывов. Но техника, еще раз повторю, к сожалению, бывает подводит, но на то найти. Так, ну что ж, давайте обсуждать уже темы сегодняшнего нашего мастер-класса. Да, мы немножко похвастались, Центр-специалист немножко таким образом похвастался, какой он клевый, как много у нас курсов, как много у нас хороших, уютных аудиторий. Кстати, обучение в режиме вебинара Центр-специалист предложил в Москве одним из первых, и продолжает эффективно его использовать. Ну, давайте обсуждать уже сегодняшние наши задачи. Итак, мы говорим про поиск файлов, про поиск папок. Когда возникает такая ситуация? Когда возникает необходимость файлы папки искать? Ну, во-первых, вы давным-давно работали с каким-то документом, а теперь нужно к нему вернуться. Когда-то, ну, не знаю, полгода назад, вы помнили, где у вас находится этот документ, в каком файле он сохранил, в какой папке он лежит. Ну, а теперь уже по мере использования, да, вы уже потихонечку это дело все забыли, да, и нужно вам теперь этот файл искать, находить. Для поиска файлов, для поиска папок мы с вами можем использовать как программу-проводник. Ну, естественно, мы можем использовать помимо программы-проводник также встроенное приложение для поиска, которое у нас может присутствовать в виде такого вот характерного поля в панели задач, в панели задач, либо мы можем, естественно, вместо поля для поиска видеть в панели задач значок этого приложения. Итак, Windows. Есть теперь у нас Windows 10 служебное приложение для поиска файлов. Оно запускается через панель задач. Но искать файлы и папки можно также в окне программы-проводник. Как выполняется поиск? Что нужно помнить, чтобы уверенно найти файл? Ну, во-первых, нам доступен поиск, естественно, по названию файлов и папок. Если вы помните хотя бы часть названия, да, сообщаю вам, что это просто здорово. Вы можете написать это слово, поисковое поле, да, и Windows или проводник, да, выполнит поиск по этому запросу. Все это, конечно, хорошо, замечательно, но если вы не совсем уверены в точности формулировки вашего поискового запроса, ну, забыли бы немножко, как файл называется, чуть-чуть совсем, слегка, да, используйте маски, господи слушатели, для поиска с помощью масок используйте значки, секунду, я включу рисование, значки вот такие, это вопросительный знак, и звездочка. Звездочка, ее вы можете легко нажать на цифре 8 с шифтом. Так, не отображается экран, господи слушатели, такое бывает, к сожалению, давайте-ка я включу. А теперь? Порядок? Господа слушатели, как там с отображением экрана? Так, Анастасия говорит, окей. Значит, господи слушатели, используйте маски. Символ звездочка значит, что любой символ должен стоять на месте этого значка. Символ вопросительный знак, прошу меня простить. А символ звездочка значит, что у нас пропущено несколько символов. Может быть, слово или часть слова, в котором вы не уверены. Например, вы не очень уверены в окончании слова, которое стоит в названии файла, да, поставьте вместо него звездочку на здоровье. Если вы в одном символе не уверены, ставьте вопросительный знак. Поиск можно выполнять по так называемым метаданным. К метаданным у нас, естественно, в первую очередь относятся следующие вопросы. Тип файла. Давайте я снова включу. А сейчас. Окей. Тип файла. В первую очередь, тип у нас в Windows определяется расширением имени файла. Вы, конечно, помните вот эти всякие txt с точкой .doc.x. Да, это все расширение имени файлов. И даже если вы не знаете, да, даже если вы не знаете, как файл назывался, но забыли вы, боже мой, всегда можно сузить поиск файлов вот таким вот образом, указав файл, какого типа вас интересует с помощью расширения. Поэтому, пожалуйста, будьте в курсе, каким образом в Windows задается расширение тех файлов, типы файлов, которыми вы работаете в виде расширения. Также можно выполнять поиск по другим метаданным. К ним относятся ключевые слова, метки. Смотрите. Обычно у нас в файле есть имя. У каждого файла в операционной системе есть имя. И у файла обязательно есть тип, который задается расширением. Но помимо имени и типа мы можем добавлять к файлу как бы дополнительные такие вот меточки текстовые, дополнительные как бы вот ярвычки. Это у нас обычно ключевые слова, теги, метки. Вот все эти слова приблизительно обозначают то же самое. Мы добавляем дополнительную текстовую метку к файлу. В названии файла, естественно, этой текстовой метки не будет, но она будет у нас отображаться где? Эта текстовая метка у нас будет отображаться в свойствах файла. Поэтому, послушайте совет. Если вы боитесь потерять тот или иной документ, ну, важный документ, переживаете вы, что он у вас куда-то не туда попадет, да? Вам его нужно будет искать в каком-нибудь общем расположении. Вы сохраняли документ в общую папку, а в эту общую папку сохраняет документ, извините, весь отдел. И вы теперь думаете, боже мой, а найду ли я там потом этот документ через некоторое время? Не переживайте. Придумайте этому файлу дополнительную текстовую метку и добавьте. Делается это в текстовых редакторах, в свойствах файла. Ну, или через проводник вы можете открыть свойства файла и таким образом добавить текстовую метку. Также к метаданным у нас естественно относится кто? Автор файла. Офисные приложения. Word, Excel, PowerPoint, да, при установке на компьютер. Естественно, у них есть персональные данные, данные того человека, который их использует. Они дописываются к файлу и попадают в свойства. Поэтому у каждого файла, который выполнен в офисных приложениях, в Word, в Excel, в PowerPoint есть автор. Посмотреть автор опять можно в свойствах. И таким образом вы легко найдете другой файл от Васи Петечкина. Итак, жизненная ситуация. Мы с вами потеряли файл от Васи Петечкина и ищем его в какой-то большой папке, где файлов много и они неупорядочены. Вот, пожалуйста, можно в поисковой строке написать, как у нас Василий Петечкин обозначается в свойствах этого самого файла. Ну и, конечно, господослушателю у нас доступен поиск по, страшно сказать, по содержимому файла. Поиск по содержимому файла. Этот вариант поиска приблизительно похож на что? Приблизительно похож на то, как мы с вами ищем файлы сайта в интернет. Когда мы с вами ищем сайты в сети интернет, мы в поисковый запрос формулируем как на основе ключевых слов. Мы же не знаем адрес этого сайта в сети, мы не знаем его точное место расположения, не знаем URL. Мы пишем с вами, не знаю, сайт террасного там какого-нибудь там заповедника, да, вот на Алтае. Да, и, пожалуйста, мы находим сайт этого, этой замечательной организации, подключен к словам вместе с другими, надо сказать, сайтами, которые имеют более низкую релевантность. Ну и у нас на персональном компьютере с Windows, да, давным-давно уже эти технологии есть. Вот начиная с Windows 7 приблизительно, мы так вот можем воспользоваться поиском. То есть что делает Windows? Она файлы с текстом индексирует, прочитывает их содержимое, составляет списки ключевых слов. И по этим ключевым словам, которые относятся к содержимому сайта, мы с вами можем эти файлы разыскивать. Ну и, конечно, при поиске файлов можно и нужно использовать фильтры и булевые операторы. Итак, беспослушатели, булевые операторы очень удобно использовать в поисковой строке программы проводник. Они позволяют нам объединить вместе несколько поисковых запросов. Посмотрите, как выглядит написание этих операторов. То есть если вы используете для поиска русский язык, оператор связка должен быть обязательно написан заглавными буквами набран, большими, капсом. И смотрите, он должен быть отделен от слов, которые используются в качестве поисковых запросов пробелами. Вот здесь не видно, что пробелы никак у нас не обозначены. Но поверьте мне, здесь пробелы есть. То есть пишем оператор с заглавной буквы. Пишем оператор с заглавной буквы. Пробелы перед оператором и после оператора не забываем. Это так называемые булевые операторы. Что они делают? Они объединяют у нас несколько поисковых запросов вместе. Например, смотрите, самый первый пример запроса, который у нас в таблице на слайде приведен, он объединяет вместе условия тропический и острый. То есть в разных местах нашего документа могут находиться эти слова, но оба эти слова обязательно должны быть в тексте в любом случае. Если мы из поисковой выдачи хотим, наоборот, исключить некоторые варианты, мы используем оператор Node. Вот смотрите, что он делает. Он из всех документов, в тексте которых, или в названии которых, или в слове, в свойствах которых есть слово тропический, исключает второй запрос. Вот если в тексте есть вот такое вот словосочетание, такое вот словосочетание тропический остров, такой вот фрагмент, этот файл не будет найден, потому что мы используем оператор Node. То есть мы найдем файлы про тропические, тропические, тропические атоллы, пожалуйста, но не про острова. Мы найдем файлы про тропические моря, про тропических там, я не знаю, там рыб, но главное, чтобы в этом документе не было слова остров. Вот про острова нам, допустим, почему-то неинтересно. Ну и, конечно, оператор или, да, это оператор или, он позволяет нам, наоборот, расширить наш поисковый запрос. И в этом случае мы ищем или сайты, где у нас про тропики, или сайты, где у нас острова. Ну вот давайте посмотрим, как у нас работают эти булевые операторы с помощью простых диаграмм Венна. Да, оператор или объединяет два поисковых запроса. Посмотрите, вот таким вот кругом обозначен у нас слева результат поиска по запросу А. То есть если представить, что внутри окружности у нас заключены все файлы, которые соответствуют поисковому условию А, то становится все понятно. Ну а в левом круге у нас находится результат поиска по запросу Б, то есть уже другие файлы. Нас интересуют или такие, или такие. Поэтому мы используем оператор или. Оператор AND позволяет нам искать файлы на пересечении этих областей. Посмотрите, пожалуйста, на заштрихованную область. Она соответствует пересечению областей А и Б. В этом случае у нас выполняется и первый, и второй вопрос. Оператор NOT вырезает нам такой вот аппетитный полукруглый кусочек из первого пирога. То есть нам не нужны файлы, нам не нужны объекты, где выполняются условия А и Б. Примерно понятно? Ну вот как-то так вот выглядит у нас поиск файлов на современном компьютере. Давайте перейдем к небольшой демонстрации. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, у меня на рабочем столе есть специально подготовленная папка с файлами. Да, этих файлов у меня 30 штук. Да, и давайте потренируемся, поищем определенные файлы из этой папки. Но сначала, посмотрите, я нацелюсь вот на такой вот файл, который у нас называется design.comp.graphica. Увидели? Я попробую найти этот файл у меня в компьютере с помощью инструмента поиска, который находится в Windows. Смотрите, вот здесь внизу. В панели задач. Давайте посмотрим, что получится. Но сначала я уберу вот эти вот каляки-маляки. Так, чего ищем? Ищем документы. Пишем в поле для поиска. Я забыл название файла, поэтому мы напишем просто звездочка, комп, звездочка, графика. Ну, забыл я название файла, забыл тип файла. То есть, я, конечно, помню, что PDF, но представить это мы можем с вами запускать. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Да, мне программа нашла кучу файлов под названием компьютерная графика, но одновременно, одновременно на рабочем столе мне нашли файл, который находится в моей папке, в папке материалов для работы. Он называется design.comp.graphica. Я немножко сомневался в плане названия этого документа. Посмотрите, да. И поэтому использую в качестве поискового запроса вариант со звездочками. Ну, на самом деле, я нисколько не сомневался, вы, конечно, понимаете, друзья мои, да. Мне нужно вам просто показать, как работают звездочки. Итак, комп звездочка графика находит нам файл дизайна компьютерной графики, ну и, вообще говоря, кучу других файлов другого типа. Да, вот если мы с вами обратили внимание, то в результате поиска, да, у нас найдено еще много файлов. Это не PDF формат, который имеет, а это файлы Word. Вот они, смотрите, синенькие буковки W на герочках. Так, точно так же, абсолютно, абсолютно точно так же мы с вами можем встроить поисковые запросы в окне программы проводник. Ну, все, естественно, знают, что в окне программы проводник есть поле для поиска, которое находится где? В верхней части окна, да. Вот здесь мы с вами ищем. Почему проводник бывает удобней? Я вам открою страшную тайну. Дело в чем? Поиск порой бывает, выполняется достаточно долго, особенно если вы отключили индексацию файлов на компьютере. Поэтому, если у вас есть какие-то подозрения о том, примерно в каком расположении могут находиться эти файлы, да, в такой, на такой папке, на этом диске, лучше сразу немножко этот поиск сузить. Кроме того, современные компьютеры оснащены такими огромными порой жесткими дисками, и файлов на этих компьютерах достаточно много, что лучше сразу как-то сосредоточиться на самом главном. Так, давайте попробуем выполнить поиск файлов здесь. Внимание, на экран. Так, мы попробуем воспользоваться маской ввода и будем искать файлы по типу. То есть будем искать файлы по разным, разного типа. Ну, во-первых, я решил найти файлы, которые у меня находятся в этой папке в формате текста. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что можно воспользоваться, ну, скажем, чем, фильтром, да, или сортировкой списка нашего файла. И мы найдем там тексты и файлы, да, но представьте, что это поиск, представьте, что у нас здесь еще много вложенных папок. Давайте немножко, так сказать, воспалим на обыденностью и представим, что это действительно сложная ситуация. Мы не знаем, где у нас находятся файлы и просим программу искать внутри папки и внутри вложенных папок. Ну, вот я в поле для поиска написал звездочка .txtm. Вот такой вот поисковый запрос. И программа мне запросто показала, что в папке материала для работы находится сколько у нас там файлов? Боже мой, целых три. Эти файлы, они, конечно же, выполнены в программе блокнот. Это текстовые документы. Что про них, можно сказать, хорошего? Они простые, они удобные, они маленькие. Ну, можно, конечно, их выделить все сразу и открыть вот так вот с помощью контекстного меню. Да, и вот у вас будет три открытых окна. Но обычно, когда мы решаем задачу поиска, смотрите, мы вряд ли их хотим открыть все сразу. Да, в принципе, если мы находим какой-то файл, нас интересует один документ. Так, давайте посмотрим, сколько у нас всяких разных других файлов находится в этой папке. Звездочка, точка, ну, давайте посмотрим, xls, да. Я набрал такой вот поисковый запрос, звездочка, точка, xls, и вижу, что у нас, смотрите, целых четыре файла, да, вот у меня в папке материал для работы такого типа. Но секундочку скажут мне внимательные слушатели. Павел Геннадьевич, что ж ты делаешь-то? У нас файл с расширением xls, только один, он называется шоколад xls. А файлы фирмы Аврора, отели, курсы дизайна, они имеют более современный формат, xls.x. Ну, что я вам могу сказать, программа, конечно, ищет по расширению, по типу файла, но проверяет эти расширения как текст. Поэтому, если мы ищем файлы с расширением xls, в нашей выборке, естественно, будут и файлы с расширением xls.x. Да, а как же иначе-то? Просто xls входит xls.x, да, в это вот расширение. Если мы хотим сузить наш с вами поиск, да, и не находить эти вот файлы, отели, курсы дизайна, вот тут-то мы как раз и можем воспользоваться с вами булевыми операторами. А давайте, кстати, попробуем так, секундочку, только я уберу пометки. Итак, смотрите, вот наш поисковый запрос, звездочка, точка, xls. Дальше я ставлю пробел. Так, и мне нужно убрать вот эти вот три файла, фирма Аврора, отели и курсы дизайна. Поэтому я использую оператор node.node.xlsx. Вот такой вот поисковый запрос привел к тому, что у нас отобрался только файл с шоколад. Давайте я скопирую вам. Давайте я скопирую вам этот поисковый запрос с булевым оператор node.чат. Представьте себе жизненную ситуацию. Вы разыскиваете файл, забыли его название, решили искать по типу, но поиск вам дал, ну не знаю, файлов 20-25 в результате. Вам нужен только файл с расширением xls, файлы нового типа, файлы современного формата вас не интересуют. И со свистом и грохтом, со свистом и грохтом вы используете этот булевый оператор для того, чтобы сузить список. Нет, ну так уж хорошо не работает. Итак, внимание на экран. У нас прозвучал вопрос, как увидеть, где файл лежит. Посмотрите, пожалуйста, на экран. У нас в режиме поиска, да, вот в режиме поиска программа отображает нам файлы вот таким вот образом в режиме содержимое. И вот если мы с вами поместим указатель на тот или иной файл, да, секундочку, момент, да, появится у нас подсказка, да, как по содержимому файла, так и, естественно, по пути до этого файла. Да, посмотрите, вот он, путь до файла указан у нас где? Подсказки. Можно вот так вот действовать, смотрите, можно посмотреть свойства этого документа. И здесь уже полный путь до файла, да, вы увидите, полный путь до файла вы уже увидите вот здесь в окне свойств. Правой кнопкой мыши вызываем свойства. Так, Наталья спрашивает, давно сохраненные файлы не открываются, пишет ошибка. Наталья, а это происходит у вас на жестком диске или на флешке? Уточните, пожалуйста, ситуацию, ладно? Так, на диске. Наталья, проблема с жестким диском. Техническая именно, техническая проблема с жестким диском. Нужно восстанавливать его содержимое, вы должны обратиться к специализированным специалистам. Вот так вот даже скажем. У нас очень много в городе Москва людей, которые оказывают помощь компьютерную, да, но к ним обращаться не надо, пожалуйста. Если эти файлы ценные и нужные, обращайтесь в сертифицированный центр восстановления данных. Там сотрудники вам помогут, более качественный у них огромный опыт, правильное оборудование. Просто иногда нужно, знаете, что еще делать, жесткий диск разбирать, да, чтобы получить доступ к данным. Менять там вот эту вот всю плату с электроникой. Так, режим расширенного поиска у нас включается тудочки. Посмотрите, пожалуйста, на экран, да, вот здесь у нас есть варианты фильтрации, да, вот вы нашли какие-то результаты. Здесь вы можете отфильтровать результаты поиска. Смотрите, подать изменения по размеру, по другим свойствам. Эти свойства вы уточняете на ленте вкладки поиск. Ну, она появится у вас в окне программ-проводник, как только вы со свистым игроком поиск выполните. Вот так. Ну, а теперь давайте, наконец-то, попробуем поиск по содержимому. Так, внимание на экран. Поиск по содержимому. Мы снова с вами ищем файл внутри папки «Материалы для работы». Я хочу найти документ. Дайте, я придумаю себе задачу. Я придумаю себе задачу. Так, вот, я придумал, в котором находятся у нас записи о продаже шоколада сливочной. Итак, внимание, друзья. Я знаю, что где-то в папке «Материалы для работы». У нас есть файл. Я просто не знаю его тип даже. Вот, я не знаю, это файл, документ в борт или это в блокноте файл такой вот выполнен. Или это даже электронная таблица Excel. И там у нас продажа шоколада сливочной. Давайте попробуем, сработает ли у меня на рабочем столе этот самый текстовый поиск. Так, написал я слово «сливочный». Сработал поиск. Сработал поиск. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Сработал поиск совершенно прекрасно. Что мы здесь видим? Мы видим, что сливочный шоколад. У нас об этом данные хранятся в файле «Шоколад». Ну и, естественно, в файле «Кни фирмы Аброра». Давайте проверим. Про файл «Шоколад» мы бы могли догадаться по названию. Согласны? Ну, название, по-моему, предельно прозрачное. А вот с фирмой «Аброра» как-то вот дело встает сложно. Какой там шоколад, если это фирма «Аброра»? Один выстрел и очень долго никакого с шоколадом. Ну, вот же шоколад сливочный, конечно. Вот же шоколад сливочный. Обратите внимание, что на съемных дисках, на съемных дисках, на общих папках, такой вариант поиска, извините, не сработает, потому что Windows не спайдер-машина. Да, это все-таки индексация файлов требует ресурсов. И все на свете логические диски, да, и сетевые диски, подключенные к компьютеру, программы индексировать не будет. А будет индексировать только что жесткий диск вашего компьютера, в первую очередь рабочий стол и папки библиотек. Так, прозвучал вопрос, как быть на Windows 7. На Windows 7 проводник немножко другой, в нем нету лент-кладок. Так, ну что ж, я думаю, что мы можем с вами смело двигаться вперед. Вопросы, связанные с условием поиска, ищем в параметрах папок через файл, через вот это вот меню, через изменить параметры папок поиска. Вот здесь можно историю поиска очистить. Ну и, наконец, беспрослушатели, да, вот чтобы уж не быть совершенно голословным, да, мы с вами обсуждаем такие вот вещи, которые, вот видите, в Windows XP применялись, да, вот как нам метка указывают в чате. Давайте, смотрите, что у нас есть у такого вот совершенно хорошего, интересного в Windows 10, то, за что Windows 10 любят, и то, за что Windows 10, в общем-то, критикуют. Беспрослушатели, а у нас ведь есть в Windows 10 еще представление задач. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Представление задач – это небольшая кнопка. Давайте я ее обозначу. На экране. Вот она, моя хорошая. Да. Через представление задач можно создавать новые виртуальные рабочие столы, переключаться между открытыми окнами, но, но, но. Ваше представление задач также может сохранять в себе историю тех файлов, которые вы в Windows обрабатывали. Откроете, пожалуйста, представление задач. Можно использовать также сочетание клавиш Windows плюс Tab. Давайте я напишу это сочетание клавиш в чат. И вы увидите список файлов, с которыми вы работали недавно, вчера, позавчера, на прошлой, на следующей неделе. Эти списки файлов могут быть также синхронизированы через микрософтский аккаунт, и вы увидите также файлы из других устройств, с которыми вы работали под своим аккаунтом. Ну, кстати, наверное, удобно. Кстати, наверное, удобно. Потихоньку, видите, компьютер перестает быть конкретно этим компьютером, конкретно моим компьютером, и становится все для каждого компьютера. Ну, и файлами. Таким образом, удобно делиться, удобно их распространять. Так, госплава служителей, я надеюсь, что этот мастер-класс был для вас полезным. Приходите к нам на курсы базовой компьютерной подготовки обязательно. Есть, как я уже говорил, возможность заниматься на курсах базовой компьютерной подготовки удаленно. Центр-специалист гарантирует качество обучения. У нас преподаватели опытные, аудитория хорошая, учебные программы отработаны. Также центр-специалист гарантирует безопасность обучения в учебных комплексах пропускная система, маски, перчатки, ну и, конечно, возможность обучения дистанционно. Разные форматы обучения, помимо очного и дистанционного, есть в центре-специалист. Посмотрите, есть возможность участвовать в так называемом открытом обучении для базовой компьютерной подготовки, наверное, этот вариант обучения неприемлем, но для многих других курсов, особенно если вы приобретаете линейку курсов какую-нибудь по программированию, очень часто по работе с каким-то специфическим софтом, да, вот есть такая вот возможность обучаться в так называемом открытом обучении. Вы получаете доступ к видеозаписам реальных занятий и одновременно, одновременно прорабатывая материал по видеозаписи, имеете возможность задать вопрос живому преподавателю. То есть, если все понятно, учимся с темп-темпом, который нужен вам, если застряли, всегда преподаватель подключится, поможет. Также по курсам, по любым курсам, в том числе, естественно, и по базовой компьютерной подготовке, возможно обучение индивидуально. Ну, еще немножечко про курс БКП. Ближайший старт группы 9-го числа. Записывайтесь, я вас всех приглашаю. Госпожа слушатели, до новых встреч. Приходите к нам учиться на всякий случай, да, вот сокращенная учебная программа курса вот на следующем слайде. Если требуется записаться на курс, друзья мои, звоните в Центр Специалист по телефону на сайте, записывайтесь к нам на обучение, написав письмо администратору. Программа учебных курсов есть на сайте Центра, вы можете с ними ознакомиться, подумать, а действительно, слушайте, нужен ли этот курс вам, требуется ли его проходить, решиться на это, записаться и учиться. В это тяжелое время, посмотрите, даже через вебинар. Итак, еще раз всем большое спасибо. Я надеюсь, что этот мастер-класс был для вас полезен. Приходите к нам учиться, расти над собой, осваивать новые высоты. Продолжение следует...